Вопросы трудоустройства. В Ненинском округе растет количество безработных. Свою помощь в борьбе с безработицей предлагает недропользователь региона. Рассказать о наболевшем и поделиться опытом. В Наринмаре начал работу семинар для глав муниципальных образований. С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Безработицу в России удастся удержать на приемлемом уровне. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. На форуме «Эффективная социальная политика. Новые решения». Говоря о поддержке рынка труда, министр отметил, что на эти цели в 2016 году выделено до 10 миллиардов рублей. Пока министерству из них предусмотрено 3 миллиарда рублей. Эти средства пойдут регионам в рамках предоставленных программ на поддержку тех предприятий для тех точек и секторов экономики, где действительно происходит очень серьезное проседание объемов производства. В Ненинском округе борьба с безработицей должна быть завершена в 2016 году. Такую задачу поставил губернатор округа Игорь Кошин. Сегодня количество безработных граждан растет. На учете в центре занятости стоят 705 человек. Еще 928 обратились в организацию по вопросам трудоустройства. За последние несколько недель увеличилось и количество вакансий. Сегодня в центре занятости зарегистрированы 486 свободных рабочих мест, в том числе 168 в нефтяной отрасли. Для тех, кто хочет работать на месторождениях, но не имеет необходимой профессии, центр занятости округа организует учебные курсы. Первая группа из 10 человек уже приступила к обучению на базе лидера. Сейчас идет формирование второй группы для обучения по разным специальностям на базе Ненинского профессионального училища. Нидропользователи региона и их субподрядчики готовы и дальше оказывать помощь в трудоустройстве жителей Ненинского округа. Однако уже сегодня при подаче вакансий в центры занятости они сталкиваются с определенными проблемами. Одна из них – практически полное отсутствие в регионе специалистов нефтегазовой промышленности. Об этом представители нефтяных компаний и совместных предприятий рассказали журналистам местных СМИ. Местные жители должны стоять первыми в очереди на свободные рабочие места в нефтяной сфере. Планомерная работа в этом направлении ведется в регионе с начала этого года. За это время в центре занятости региона появилось большое число вакансий по различным специальностям нефтегазовой промышленности. Сегодня мы ставим вопрос перед компаниями о том, чтобы в первую очередь при трудоустройстве рассматривались жители округа. На следующий день массово происходит перерегистрация подрядчиков, субподрядчиков, работающих на нашей территории, на территории Ненинского автономного округа. Перерегистрация, постановка на налоговый учет в округе. Перерегистрация и постановка на учет в нашем центре занятости. Сегодня на территории Ненинского округа работают крупнейшие нефтяные компании страны, такие как Башнефть, Лукойл, Роснефть, Французская Тоталь. Разработкой недр занимаются их дочки и совместные предприятия. Одними из первых на проблему безработицы и отсутствие в регионе специалистов для нефтянки откликнулось совместное предприятие Башнефть и Лукойл Коми, Башнефть Полюс. Из последних трех вакансий в компании две были отданы жителям региона, отметил генеральный директор Владимир Нестеренко. Из 42 подрядных организаций 41 зарегистрировалась в Ненинском округе. Это отличный показатель. Проме того, компания помогает готовить специалистов на базе Ненинского профучилища. Благодаря нефтяникам в училище появился трекол, который позволит обучать студентов и жителей НАО на водительскую категорию А2. Помимо этого, мы с руководством профтехучилища наметили планы на этот год приобрести еще сварочное оборудование. Таким образом, это позволит еще получать выпускникам этого профтехучилища еще одну специальность сварщика. Но так как мы сегодня развиваемся семимильными шагами, поэтому нам необходимы эти специальности. И мы надеемся, что выпускники этого профтехучилища пополнят ряды компании Башнефть Полюс. О своих планах по трудоустройству местных жителей рассказал и Владимир Сарычев, генеральный директор Востокнао, еще одного совместного предприятия Башнефть и Лукоилкоми. По договоренности с администрацией Ненинского округа при найме сотрудников компания дает приоритет жителям региона. Однако на этом этапе возникает проблема. Ненинский округ не богат специалистами, которые готовы работать в нефтегазовой промышленности, отметил Владимир Сарычев. Компания Востокнао заключила соглашение с институтом САХУ, город Архангельск, для подбора кандидатов и будущей работы. И в этом году мы уже будем давать практику в компании Востокнао. Это специалисты именно в разведке и геологоразведке. Мы надеемся на то, что эти сотрудники пойдут к нам работать. Валерий Клинчев, генеральный директор РУСвет Петро, совместной компанией «Зорбежнефти» и «Петро Вьетнама», также сообщил, что его компания уже встала на учет в Центр занятости региона. Вопрос с поиском работы на месторождениях компании решается положительно. Есть список конкретных вакансий, есть предложения по обучению кадров. Не решается пока. Единственный вопрос – это доставка людей на месторождения. Как вы знаете, у нас люди работают вахтовым методом. Есть вопрос, который мы сегодня обсуждаем с администрацией, как доставлять людей до наших месторождений. Нет прямого сообщения. Но думаю, что вопрос этот будет решен, положительный. Кроме того, на встрече с журналистами Валерий Клинчев представил еще одну дочернюю сервисную компанию, которая впервые заходит на территорию округа. Предприятие «Нефтеотдача» – стопроцентное дочернее предприятие «Зорбежнефти» работает на рынке уже более 30 лет. Буквально в марте месяце мы оснастили и запустили на месторождениях «Руситпетра» пять бригад по текущему капитальному ремонту скважин, где, собственно говоря, будем работать качественно, надежно и долго. Появление новой сервисной дочки – это дополнительные рабочие места для жителей Неницкого округа, заверили в компании. О перспективах приема на работу местных кадров заявили и ВРН «Северная нефть». Свои вакансии они уже направили в Центр занятости. Я рад, что в это непростое экономическое время недропользователи нас слышат, идут нам навстречу и четко понимают, что у нас две задачи – не просто добывать нефть, платить налоги, но и в первую очередь думать о людях, живущих на этой замечательной земле. Аналогичную работу по трудоустройству местных жителей ведут и подрядчики-недропользователи, которые работают на территории округа. По информации Департамента природных ресурсов, сегодня в регионе работают 288 подрядных организаций, из них 146 зарегистрированы в НАО. Их проверкой сейчас занимается налоговая служба. Несмотря на внушительное количество вакансий в нефтяной отрасли, которая уже сегодня есть в Центре занятости, предстоит большая работа по подготовке и переобучению безработных жителей региона с тем, чтобы они получили специальности для работы в нефтегазовой промышленности. Ирина Цепитова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Рассказать о наболевшем и поделиться опытом. В Нарьинмаре начал работу учебно-консультационный семинар с главами муниципальных образований. В течение трех дней руководители поселений встретятся с представителями власти, аппаратом и уполномоченных и другими ведомствами округа. Дискуссионные площадки станут местом обсуждения и совместного решения актуальных для населенных пунктов округа вопросов. Изменения в жилищном законодательстве, подготовка к выборам в Государственную Думу, профилактика безопасности в поселениях. Два раза в год главы муниципальных образований встречаются в Нарьинмаре, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнеобеспечения поселений. На этом семинаре наибольшее количество вопросов вызывает реализация 95-го окружного закона. У меня 15 семей, но одни в том числе, куда нужно поселить. От кого можно сейчас ждать строительство? Если строительство не будет делать не за поля на район, и предприниматели туда не входят, вот по той программе, которую предлагали округ, что дальше потом делать, как будет быть? Главы сетуют. Полномочия по всем отраслям переданы округу, а спрос с них никто не снимал. Все вопросы по исполнению окружного закона были заданы председателю постоянной комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению собраний депутатов. Это не догма. Его можно отрегулировать. Мы его регулируем в соответствии с теми проблемами, которые возникают при исполнении 95-го закона. И тут главное вовремя отрегулировать, перераспределить полномочия так, чтобы было проще решать те задачи, которые поставлены перед нами в 131-м и 184-м законах. Семинар глав – это и живое общение друг с другом, и возможность выразить благодарность. Так, Галина Смирнова, руководитель Пёшского муниципалитета, вручила благодарственные грамоты жителям и главе Тиманского сельсовета. В середине марта они организовали спасательную операцию для трёх жителей Нижней Пёши и не дали им погибнуть. Также во время семинара удобно делиться опытом и удачными практиками. Ещё на прошлых семинарах мы вносили предложение руководству, что хотели бы посетить муниципальное образование с целью перенять лучшие муниципальные практики. И мы были услышаны, мы уже посетили Антик, мы также были в Коткино, и на этот раз нас везут в Тельвиску. Очень хочется познакомиться с этим населённым пунктом, также многому поучиться. Я думаю, что в каждом селе есть что перенять. Поездка в Тельвиску состоится сегодня. Глава муниципалитета Александр Чурсанов познакомит делегацию с объектами жизнедеятельности села, инфраструктурой и частным фермерским хозяйством. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». На тепличном комбинате «Солнышко» собрали первые урожаи огурцов. Стоимость продукции осталась на уровне прошлого года. В угоду качеству к работникам Наринмарского мясокомбината приехал австрийский технолог. Нинецкая колбаса по австрийским технологиям. В Наринмаре по приглашению компании «Мясопродукты» проходят мастер-классы мастера мясной продукции из Австрии Гюнтера Яшки. В частности, он расскажет о производстве колбасных изделий, в том числе сырокопчёных колбас и мясных деликатесов. Кроме повышения квалификации работников мясокомбината, австрийский специалист рассчитает расходы предприятия при использовании различных технологий и предложит наиболее эффективные из них. Как отметила генеральный директор общества Тамара Критская, привлечение австрийского специалиста поможет оптимизировать производственные процессы предприятия и повысить качество мясной продукции. С начала текущего года «Мясопродукты» уже выпустило 11 новых видов продукции. Тепличный комбинат «Солнышко» в Наринмаре приступил к сбору первого урожая. Более 724 кг огурцов собрано в первый день. Весь собранный урожай сразу поступает на прилавки сетевых продуктовых магазинов. Цена на продукцию, по словам начальника тепличного комбината Галины Чебыкиной, осталась на уровне прошлого года. На площади более 2000 квадратных метров красуются посадки огурцов уже полюбившегося наринмарцами сорта голландской селекции «Раис». В прошлом году огурцов такого сорта удалось собрать 63 тонны. В этом году планируется собрать около 70 тонн. Такой объем позволяет закрыть потребности региона на треть. Поэтому около 70% огурцов на прилавках магазинов привозные. По медицинским показателям 13 кг на душу населения овощей, мы можем только тремя килограммами обеспечить. Всем хорошо известно, что огурец – это очень полезный продукт. Его плоды содержат необходимые организмы витамины А, В1, В2, кальций и железо. Для сохранения полезных свойств важно, чтобы огурцы были по-настоящему свежими. Для поддержания температурного режима и обеспечения благоприятного климата для теплолюбивой культуры в теплицах оборудовано четыре контура отопления – шатровое, боковое и надземное. Но в условиях крайнего севера и вечной мерзлоты этого недостаточно. Существует еще подземное, так как у нас вечная мерзлота, знаете, да? Поэтому, чтобы корневая система была в соответствующих условиях, поэтому там еще подземные трубы проходят. Также специалисты тепличного комбината «Солнышко» обеспечивают агрономов-любителей рассадой этого полезного овоща. В прошлом году более одной тысячи растений отправились к огородникам округа. В этом году, по словам руководителя, объемы снижаться не будут. Продукцию тепличного комбината уже можно встретить на прилавках городских магазинов. В числе первых свежую партию витаминов получают традиционно детские сады, школы и больницы. Для нас это очень важно, что они получают именно очень качественный и здоровый продукт натуральный. То есть у нас все огурцы выращиваются на почве, то есть не на минеральных подложках, а именно на почве. Поэтому вкусовые качества достаточно в лучшую сторону отличаются, чем те, которые привозены огурцы, допустим, с других регионов. В настоящий момент на предприятии приостановлены работы по модернизации старой котельной. Как только произойдет долгожданная модернизация, у тепличного комбината появится возможность застроить и подключить к отоплению новые теплицы, что позволит обеспечить город овощами и зеленью круглый год, а также расширить ассортимент производимой продукции. К огурцам, томатам, луку и зелени добавятся болгарский перец и баклажаны. А пока по соседству с новым урожаем огурчиков красуются завязи нового сорта томатов «Ивановец», который отличается равномерно созревающим ярко-красным плодом, относительно прочным и гладким, что положительно влияет на качество продукции при транспортировке на дальние расстояния, что особенно актуально для нашего округа. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Наринмаре стартовал очный тур малых авакумовских чтений. Победитель будет выдвинут на сыскание премии президента России. Умники и умницы! Сегодня в Наринмаре стартовал очный тур малых авакумовских чтений. 17 юных исследователей родного края будут публично защищать свои работы. Исследования представят студенты округа и ученики школ города Наринмара, поселков Амдерма и Харивера, сел Ома, Нижняя Пеша и Великовисочная. Победитель научно-исследовательского конкурса «Малые авакумовские чтения» будет выдвинут на сыскание премии президента России по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного проекта «Образование» в 2016 году. Молодой краевед Майя Семяшкина в 11-х авакумовских чтениях принимает участие с особым рвением. Девятиклассница из Нижней Пеши не новичок в подобных мероприятиях и каждый раз спешит удивить своими знаниями о родном крае. В прошлом году юный исследователь довольно успешно выступила на конкурсе работы имени Перерки. В этом году решила представить доработанный доклад по теме «Смолокуренное производство» в своем муниципалитете. Девушка, работая с архивами, выяснила, что в 30-60-е годы 20-го века на территории Пешского сельсовета производилась смола. Было решено выяснить в течение возникновения смолокуренного производства, исследовать этот период в истории Пешского сельсовета и проследить за историей становления и развития смолокуренного производства на территории Малой Родины. В 1944 году по приказам Архангельского областного отдела местной промышленности следовало немедленно организовать сеть-сеть промкомбинатов по району в соответствии с тепловым положением у них. Кроме смолы и смолеводельских педагов следовало шить лодки грузоподъемностью половина тонны каждая. Готовить доклад и проводить анализ собранной информации в мае помогали сразу два научных руководителя – Наталья Зейдина и Виктория Семяшкина, с которыми ученица уже второй год работает над изучением производства на территории Пешского сельсовета. И по словам Виктории Семяшкиной, работать над этой темой было очень увлекательно. Съездили и увидели, действительно, там есть и бочки сохранились, и желоб деревянный сохранился, и сохранились вот эти бревна, которые сгнили, окладные бревна, сооружения, ну, сооружения не скажу, а избушек, сараев, которые здесь стояли. И стали интересоваться у людей, которые жили в этот период, почему же здесь было организовано смоляное производство, с чем оно было связано. И оказалось очень интересно, оказывается, не только смоляное производство, а на территории Калибки было организовано вообще промышленное предприятие. Идея проведения вакуумистских чтений возникла еще в конце 80-х годов прошлого века, в ходе первой Пустозерской конференции. Тогда же на круглом столе было принято решение организовать Музей истории и культуры Пустозерска. На этот раз чтения были посвящены 25-й годовщине основания музея-заповедника. Работы участников представлены в четырех блоках – естественно, научные и гуманитарные исследования, экскурсионные разработки и информационные технологии. Презентации юных краеведов продлятся в течение двух дней. Итоги подведут 30 марта. Абсолютный победитель конкурса будет выдвинут на соискание премии президента России по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного проекта образования. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте, адрес www.trksever.ru. Далее информация от синоптиков. Продолжение следует...